Добрый день, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами, я надеюсь, что я сниму таки ролик по этой дивной рубукляшке, сейчас вот весьма срубил, значит, не могу сказать, что этот ролик будет, наверное, с какими-то расчетами, он больше посвящен общему алгоритму, как понять, как такую вещь связать, и какие я лично использовала ходы, например, какие-то там нюансы, какие-то техники для того, чтобы такое изделие создать. Изделие очень простое, оно несложное, оно может быть просто кропотливое и долгое, но для того, чтобы поговорить про рубукляшку, это очень популярный элемент гардероба, вот эти вот рубашки, они из различных видов таких теплых тканей, не только из фланеля, они в этом году были в моде, и в прошлом году уже начинали заходить, да, на рынок. Я думаю, что они еще достаточно долго останутся, потому что обычные базовые там всякие пиджаки и все прочее, это уже как-то всем надоело. Кардиган – это тоже история, не всем интересная, да, вот такие рубашки, они, ну, многие бренды их представили, представили их, кто-то даже представил в трикотаже. Поэтому я такие вещи ношу, мне они интересны, и, естественно, я себе решила связать. Но перед тем, как мы с вами будем говорить о том, как я вязала эту рубашку, какие технологии я использовала и вообще, мы с вами, наверное, должны поговорить сначала про материал. А в рубукляшке основной материал – это букле, как мы с вами понимаем, да? Вот букле, оно очень хорошее само по себе, любое. Ну, любое из тех, которые я пробовала, понятно, что не так много в моей жизни было. Из букле я вязала в своей жизни несколько раз. Первый мой опыт был, это было букле, по-моему, от фабрики Камтекс. Такое оно, шерсть, по-моему, с небольшим количеством акрила была. Это было очень давно. Дальше мое знакомство с букле произошло благодаря Лене Вулунатик и Юле Хамстер Френдли. Я взяла вот такую бобинку, у меня вот такая замечательная бобинка от Зыгноборофа. И эта бобинка, она, да, это от Вулунатика бобинка. И вот эта нить, она, по-моему, 30 метров на 100 грамм. Если меня не изменяет память, но я могу где-то ошибаться, но вот в Инстаграм абсолютно точно все расписано под этой вещью. Да, 330. И она, она как бы 330, но она реально тонкая. Какие есть нюансы в букле? В букле бывает на шелке, бывает на полиамиде, ну, как любая нить, да, есть основа шелк, полиамид там или еще что-то такое. И есть, образно говоря, шерсть, которая насажена на эту основу. Ну, если это очень утрировать. И вот у букле есть такая интересная особенность. Во-первых, эта нитка, она достаточно пружинистая, как мы видим сама по себе. И та, и другая. И тут вообще, видите, как гуляет сильно. Вот когда мы с вами говорим о букле, часто это полотно получается рыхлым. То есть его плотно вязать вы не будете, потому что вот эти вот букляшки, они замнутся, скажем так. И получится, ну, как посвалявшееся, что ли, полотно. А когда мы с вами будем вязать посвободнее, ну, чтобы букляшкам был куда растопыриться по-русски говоря, получится полотно жидкое. Для меня букле в виде жидкости, это очень плохая история. Оно мне не нравится, я его не считаю красивым, поэтому, поскольку уже несколько лет назад есть несколько связанных мной моделей, то я букле всегда использую с подмотом. Вот здесь, например, использован кардиган. Использован кардиган, мною использован, да. Использовано букле для кардигана. Вот это замечательное букле, букле на шелке, здесь 20% шелка. Естественно, что я хочу сказать. Ну, ориентироваться только по приборам у нас с вами получается. Потому что, да, вы же понимаете, что если вы, например, в рукаве делаете там убавки или прибавки, здесь вот линия реглана, например, вот у меня линия реглана идет, совершенно не видно ни как прибавки вдоль горловины идут, ни как идут прибавки по линиям реглана. Естественно, ориентироваться мы можем только по приборам ночного видения, то бишь по маркерам. И без маркеров мы с вами никуда не уйдем. Поэтому, когда мы вяжем букле, мы запасаемся тонной маркеров. Можно резиночки использовать, там вот эти для резиночка плетения. Мы можем использовать булавочки, кто там больше за экологию переживает. В любом случае. То есть мы с вами ориентируемся по приборам. И вот это вот букле, здесь вот просто базовый реглан, то есть тут ничего нет, никакого прям там ошибка мудреной вещи никакой. То есть вот этот вот кардиган у меня и с букле связан. И здесь в обязательном порядке использован подмод. Для того, чтобы полотно получилось, вот я вам сейчас его покручу, оно такое вот, оно целостное, понимаете? То есть в нем нет сетчатодырчатости, которую я не могу назвать воздушностью, понимаете? Я не могу это назвать воздушностью, я могу это назвать каким-то другим словом, да? Вот, поэтому букле для меня это всегда подмод. И естественно, когда я вязала свою, ну сначала вязала вот этот кардиган, потом я вязала рубашку, рубашку, я тоже брала подмод. Обратите внимание, что вот здесь вот подмод, да? Подмод можете брать кашемир, меренос, ну то есть всегда надо исходить из логики, да? Если у нас с вами нить, ну, образно говоря, какой-то там меренос средней цены, то, конечно, ну логике никакой кашемир на шелке подматывается. Ну надо примерно в том же, да, ценовом диапазоне. Это логично, мне кажется, потому что, знаете, как коньяк колы бодяжит. Вот, и когда вы берете, например, букле, смотрите на цвет. Здесь у меня вот цвет был со стопроцентным попаданием. И выглядит полотно, как вы видите, одномерным вообще, вот просто. Ну то есть вот оно как заливка, да, цветом идет. А здесь у меня была чуть-чуть светлее нить подмода. Вот он, подмод, видите, она гладенькая. Вот, где она отдельно, видно, какая она беленькая. То есть букле на фоне выглядит желтоватым. И в полотне создается такой легкий-легкий меланжевый эффект. Ну тут дальше вы смотрите сами, да, нужен вам этот эффект или нет. То есть на букле смотрится абсолютно нормально. То есть вот вы сейчас в камере видите вот этот эффект меланжи, да, чуть более белых ниток подмода. А когда вещь издалека смотрится, ну там вот надета она на мне, например, да, то эффекта этого нет. То есть вот даже, скажем, вот я сейчас смотрю, да, я вижу через камеру, скажем так, то, что в жизни отсутствует, да. Поэтому смотрите для себя. То есть можно взять чуть-чуть темнее, чуть-чуть светлее. То есть, образно говоря, чуть можно изменить оттенок букле вот этой нитью подмода, да. Что брать в подмод? Ну в подмод, конечно, мы стараемся не брать то, что с шелком, то, что с вискозой. То есть нам наоборот надо дать стабильность полотну. Поэтому чем больше, условно говоря, какой-то шерсти будет, тем лучше. Например, там можно меринос использовать в различных вариациях. Там кашемир. Ну кашемир, он сам все мягкий, плывучий, то есть его скорее для объема можно добавить. Поэтому мы получаем вот такое вот полотно, бархатистое, интересное. То есть оно не сваливается, то есть оно очень эластичное. Вот здесь у меня использован, использован здесь 350 метров на 100 грамм. И здесь меринос на полиамиде. То есть вот это меринос. Здесь вот кашемир на шелке, здесь меринос на полиамиде. Они, естественно, разные, как мы... Ну, как сказать, вам, может, конечно, не видно, но они отличаются. Я не могу сказать, что что-то лучше, что-то хуже, если честно. Поэтому давайте мы с вами примем как данность, что к букле нужен подмод. Ну, я так вижу, я чистые букле для себя не вижу. Ни в две нитки, ни в три, ни в четыре. Потому что в две это будет валенок. Ну и для себя, мне кажется, что вот в моем понимании подмод просто необходим. Дальше переходим с вами к построению технологий. Сейчас покажу чертеж наш с вами, да, изначальный. Итак, мы с вами определились, что мы хотим вязать с вами рубашку такую оверсайзную, да. Определились с материалом, с которого вязать. Ну, можно вязать на самом деле из твида, из чего угодно. Из всего, что даст бархатистую текстуру, максимально похожую на какую-то шерстяную, условно говоря, ткань. Ну, то есть нам нужен любой материал, ламсу, может быть, подойдет, на котором петель самих не видно. То есть петельный рисунок, он должен быть смазан, подвален как-то вот так вот. Ну, либо есть версия, конечно, вязать, например, какими-то тканными рисунками, еще что-то. Но мне кажется, что это, честно, не очень то кино, и игра свеч не стоит. Поэтому я все-таки, да, буду вещать о вот таком варианте решения. И мы сами поняли, что мы вяжем плотную, тяжелую, толстую вещь достаточно. На плюс-сайзе тоже нормально смотрится, потому что она не настолько толстая, чтобы вас как-то там объективно увеличивать. Но мы понимаем, что плюс-сайз минус-сайзом ни в одной кофточке не станет. Поэтому, да, тоже можно, и там есть куда, собственно, даже выточку-то при желании сделать, потому что кармашки на груди можно убрать. Давайте для начала посмотрим на рубашку. У меня, к сожалению, рубашка сеймфит я взяла из своего гардероба, но у меня мужские рубашки. Мы не берем белую базовую обычную, да, вот я беру ту, которую у меня есть. И что характерно для рубашки, на стойке у нас, вот у нас стойка, да, и на стойке у нас воротник наш с вами. Уголки чуть-чуть вытянуты вперед. То есть, если, ну, берем базовую, да, рубашку. И у нас в рубашке есть вот такая вот кокетка. Кокетка, она, на самом деле, она немножко заходит вперед, как бы плечевого шва нет, то есть, да. Но мы сами сделаем проще. Я, например, делала плечевой шов на месте, кокетку делала только по спинке. В сорочках у нас кокетка, она двойная, но нам этот эффект, в принципе, не очень нужен, потому что у нас вязаная толстая полотно. Поэтому мы делаем одинарную кокетку. Кокетка, она идет отрезная, поэтому версия проложить просто, например, по лицу изнаночный ряд, для меня версия плохая. Я делала со швом, да, швов, главное, не перетянуть, особенно, если, как у меня, очень, как вы видели, прям стрейч полотно получается. Дальше, здесь, поскольку у меня Slim Fit, здесь рукав, он рубашечный, но он ближе к классическому вточному. Кто не понял, о чем я сейчас говорю, посмотрите, пожалуйста, у меня на моем канале есть ролик про рубашечный крой рукава, который я не люблю. Но вот я люблю его в немножко другой вариации, да, и мы немножко об этом тоже поговорим. И дальше мы с вами видим, что здесь есть кармашек, но кармашки это очень опциональная вещь, она не всем нужна. И у рубашек закругленный низ, да, мы с вами видим. Также у рубашек у нас с вами есть манжет и есть у нас складка. Складка может быть одна, две, планка, вот это может быть, может не быть, как вам нравится. То есть, насколько вы хотите усложнить себе, например, задачу. Но учтите, что на вязаном полотне вот такие нюансы, они бывают не всегда нужны. Ту же самую планку может будет проимитировать, например, резинкой один на один, да, или каким-нибудь плетеным узором, который создаст просто вот рельеф. То есть, у нас будет просто край, и не находящий, да, в стык у нас будет идти. И вот эту планочку ее можно вывезать. Ну, я такой необходимости для себя, например, не видела, потому что букле, сами понимаете, очень кудрявое полотно, и на нем очень многие нюансы. Резинка один на один-то вот она толком не видна, видите, вот здесь вот резинка один на один идет. Это у вас просто подсвечивается, по факту нет. Ну, в жизни не очень заметно, да, то есть, ну, сквозь камеру многие вещи, они выглядят, конечно, немножко по-другому. Это что касается рубашки, да. Но поскольку у меня у рубашки вот такой крой рукава, а меня не устраивает, поскольку, ну, здесь рубашка Slim Fit, естественно, да, то бишь, значит, у нас окат рукава выше, пройма менее глубокая, есть свои нюансы, скажем так, то для того, чтобы подобрать себе оптимальный рукав, тот самый рукав для моей рубукляшки, оптимальную ширину, я взяла за основу свою любимую футболку. У меня есть такая потрясающая футболка, я прям вот, прям вообще, ну, вот встретила бы еще такую, купила бы еще пять штук, наверное. В чем фокус? Футболка плотная, вы видите, она махрушечка. О чем это говорит? Это говорит о том, что у этой футболки она держит форму, и ее можно принять за данность. Вы когда снимаете слепок, например, с какой-то вещи, например, если хотите воплотить ее в своем вязании, обратите внимание, что в идеале вам все-таки надо брать слепок с той вещи, которая выполнена из подходящего полотна, потому что если мы возьмем жиденький застерянный хлопок, например, да, он совершенно по-другому будет сидеть на вас, по одной и той же выкройке, но в другом полотне, например, да. Поэтому я взяла вот эту свою любимую футболку, я с нее очень часто беру крой, потому что мне очень нравится, как она сидит, мне очень нравится у нее, вот, изумительно, этот совершенно рубашечный крой рукава, который на мне, он уже смотрится как спущенный, так прилично. И вот смотрите, с этой футболки можно смело, например, в моей ситуации, то есть мне подходит ширина рукава, мне подходит оверсайзная пройма, мне подходит очень удлиненный плечевой шов, который уходит уже ближе к бицепсу. То есть мне в этой футболке подходит все по крою, только она футболка, а не рубашка. Поэтому основной слепок по крою я беру с футболки. Вы мне скажете, а почему вы берете слепок с вещи, а не строите выкройку? Честно, я не вижу смысла, вообще никакого, объясняю, почему. Построить выкройку можно, вы будете, ну, во-первых, это надо обладать пункт А, навыками конструирования одежды, это пункт 1. Пункт 2, это достаточно точно уметь снимать вся мерки и оперировать этими понятиями, это пункт 2. Это я к тому, что для того, чтобы уметь хорошо кроить и шить, надо обладать знаниями определенными. Далеко не у всех, кто вяжет, эти знания есть. И я, в принципе, наверное, могу смело о себе сказать, что я нахожусь в этом же числе. То есть я умею шить, я могу что-то шить, но это не говорит о том, что я могу строить какие-то сложные, например, там, выкройки и ими пользоваться. Есть готовые выкройки, да, есть различные школы, которые учат эти выкройки делать. Есть готовые выкройки, можно так сделать. Я, повторюсь, я не вижу смысла, потому что если у меня есть вещь, которая сидит так, как мне нравится, мне все в ней нравится, зачем мне делать выкройку, когда я могу снять выкройку, условно говоря, с нее. Тем более я не пользуюсь, ну, знаете, не смокинг мы тут с вами изображаем, и поэтому я не вижу никакого для себя смысла строить какие-то выкройки. Мне достаточно хорошего технического рисунка. Для технического рисунка мы, соответственно, снимаем мерки, да. То есть мы с вами снимаем мерку, то есть у нас должна быть ширина рукава, а ширина рукава нам нужна у проймы, вот здесь. Дальше нам нужна высота оката рукава, вот здесь. То есть, да, вот у нас ширина рукава, и под прямым углом, чтобы у нас линейка лежала, то есть вот высота оката у нас с вами есть. У нас есть с вами, да, глубина проймы, например. То есть мы с вами можем снять все вот эти ключевые мерки с готовой вещи. И, соответственно, перенести на технический рисунок, и потом по нему уже рассчитать. Это очень упрощает жизнь, я считаю. И для, например, начинающих вязальщиц, которые, ну скажем так, ну как я, не разделяют необходимости. То есть я понимаю, что читать выкройку необходимо. Надо понимать, как это устроено. Но для этого совершенно не обязательно уметь их как-то строить, например, да, самостоятельно. Потом надо понимать, что у нас фигуры у всех разные. Женщина с вот такими параметрами, там, сутула и не сутула, это разные женщины. И они должны очень четко себя отдавать в этом отчет в своей осанке. А это зачастую не так. Мы зачастую снимаем все мерки и стараемся, ну это типа грудь колесом, такая вся красотка, да. Ну это нормально. То есть, естественно, любой человек хочет быть красивым, замечательным. И никто не говорит, что если кто-то сутулится, он некрасивый. Но это говорит о том, что вещь будет связана просто на другого человека. Поэтому я беру вещь, которая гарантированно сидит на мне хорошо. Или если она на мне сидит с каким-то нюансом, то я уже знаю, как этот нюанс поправить. И снимаю с этой вещи для себя, например, мерки, да. И мы с вами смотрим на то, что у нас получается дальше. А дальше мы с вами составляем наш технический рисунок нашей рубашки для того, чтобы понять, как мы ее будем вязать. Вязать мы будем снизу вверх, естественно. И рукав тоже снизу вверх. У нас все проймы сняты, то есть мы уже знаем. То есть это предварительный эскиз, как будет технически устроена наша вещь. То есть, например, удлинение центральной части спинки переда мы удлиненными рядами формируем. То есть сначала набирается полный ряд. Мы возвращаемся к началу. И дальше начинаем от начала двигаться удлиненными рядами к боковому шву. Дальше мы вяжем по прямой. Дальше мы делаем часть углубления, да, под проймы нашей закрытием и немножечко убавок. Тем самым мы выходим на прямую часть проймы. Вяжем по прямой. И дальше там буквально единичные вот эти вот прибавки идут для того, чтобы вот здесь сформировать прямой угол у нас с вами. И тогда все сядет замечательно. Спинку мы разбиваем. Вот здесь вы можете просто закрыть по прямой спинку. И следующую часть спинки, кокетку, ее просто набрать. То есть набрать не с детали спинка, хотя есть и такая версия. Я бы рекомендовала просто набрать такое же количество, как в детали спинка, петель, да, и начать вязать вверх. Сформировать у коротами, например, скосы плеча и глубину горловины. Обратите внимание, что я промахнулась. Я всегда в своих ошибках вам честно рассказываю. То есть я с горловины промахнулась. У меня горловина, как вы видите, вот я сейчас картинку вставлю. Видите, горловина у меня большая. То есть теоретически можно все распустить, перевязать и сделать горловину поменьше. Но я уже, честно говоря, не буду. То есть мне проще, наверное, отдать эту рубашку кому-нибудь, кто потолще. Вот прекрасно сюда влезают девчонки до 52 размера, вообще без проблем. Вот. И, соответственно, когда вы будете делать свою горловину, вы учтите, какого она размера должна быть. То есть чтобы ее не распахать, как распахала я. То есть гипотетически ее можно поджать кетлевкой горловину, да, когда она, если чуть, она великовата. То есть ее чуть-чуть можно дожать будет кетлевкой. Но в любом случае, просчитайте, пожалуйста, ширину горловины заранее и глубину. Я все время боялась, что она будет маленькая, маленькая, знаете, потому что она смотрится же чудно. Если у вас огромная рубашка и маленькая горловинка такая. Ну, это неправильно. А оказалось, что, ну, нюансы бывают разные. И вот в моей ситуации распахал слишком сильно. Ношу с водолазкой, прекрасно, мне как бы жить не мешает. Но в целом, если бы я вязала вторую такую вещь, я бы, скажем так, ну, тщательнее бы, наверное, подошла к этому моменту. Притом, что у меня она не изменилась после стирки значительно. То есть она как бы расправилась, я бы сказала. То есть можно сказать, что горловина, она не растянулась. Поэтому это исключительно промах в расчетах. Вот. Разобрались. То есть горловину аккуратно просчитайте, пожалуйста, ширину и глубину горловины, чтобы она не была большой. Все. Разобрались мы с вами. Как выглядит у нас технический рисунок и как мы с вами будем вязать. Дальше мы с вами будем вязать рукав. Да. И, соответственно, будем его сшивать с манжетом в конечном итоге. Вот у нас манжет, у нас есть рисунок. И приступим к нашему с вами вязанию. Да. Давайте с вами сначала будем вязать, например, спинку. Да. Со спинкой все просто. Давайте. Я разворачиваю изделие спинкой и мы начинаем вязать. Все. Оно не влезет. Так у меня камера не отъедет. Поэтому нам придется, скажем так, с вами довольствоваться тем, что есть. Я буду, поверьте мне на слово. Значит так. У нас с вами есть набор. Я набирала просто набором длинный хвост. И обратите внимание, у меня в видео про лицевые и изнаночные петли на канале есть, как определить, ну, условно лицевую сторону. Вот мне нравится, когда здесь такие, ну, как сказать, как изнаночный ряд, что ли, да? То есть вы лицевую сторону можете сделать разную. Понимаете? Вот мне нравится, что здесь у меня и закрытием это поддержано, рубчиками всякими. То есть, поэтому, смотрите, я сделала так, что у меня спинки изнаночных петель, вот это вот от набора, вот они. Они стоят по лицу. Итак, мы с вами набираем наше число петель на спинку. То есть у меня изделие широкое, как мы видим. Вот видите, какой широкий. Провязываем один ряд, возвращаемся к центральной части и дальше удлиненными рядами мы с вами надвязываем, соответственно, этот рубашечный хвостик. Единственное, что, ну, не делайте его прям очень длинный. То есть, как вы видите, у меня этот рубашечный хвостик, ну, сантиметров 6 примерно, да? То есть вот он такой. Он у вас даже как-то на камеру остреньким смотрится. В жизни он какой-то потупее. Вот. Соответственно, мы с вами вяжем. Вяжем наверх. Кромочный край я делаю косичкой, потому что я делала наружные швы. То есть мне очень нравится, когда кромочный край косичкой и собрано, соответственно, у меня шов с изнанки, а по лицу идет декоративный шов. То есть я всю эту рубашку сделала такой немножечко небрежной, да, и сделала вот этот вот шов. И вот, как мы с вами говорили, что мы с вами вяжем по прямой, по прямой, да прой. Вот мы с вами дошли до прой. Часть петель мы с вами закрываем. И здесь можно вот так вот убавками убрать. Видите? То есть у меня расстояние. Ну, мне кажется, камера показывает резче, чем есть полотно на самом деле, поэтому вам должно быть видно. Здесь вот убавочками убрали и идем наверх. И идем наверх до кокетки. Вот наша с вами кокетка. Когда кокетку сшиваем, не забывайте, что здесь все должно тянуться. То есть вы довязали до кокетки, закрыли петли, набрали петли, отдельное полотно и связали верхнюю часть. Потом просто это все сшиваете. Видите? У меня это сшито. То есть фокус такой же. Вот сшито. Видите? Вот она, пожалуйста. Кокетка просто сшита с основным полотном. То есть швом, естественно, наружу. То есть изнутри все выглядит гладко, а с лица, пожалуйста. То есть обычные, все обычные базовые трикотажные швы. Вот мы с вами связали спинку. Со спинкой проблем нет. Спинка это самое простое, что есть в рубашке. И с кокеткой тоже вопросов не возникает. То есть это просто продолжение спины. Как бы вы просто разрезали бы. А дальше мы с вами начинаем вязать перед. С передом. О, видите, смотрите. Незаправленный хвостик нашелся. Надо обрезать. В смысле не обрезанный хвостик. Все помнят, да, что мы хвостики обрезаем после стирки. Немножко помялось. Прям на самом деле в жизни-то оно так не выглядит. Ну ладно. По переду. По переду у нас две половинки. И вот давайте мы с вами про переднюю половинку поговорим отдельно. Итак, передняя половинка. У меня передняя половинка, она сделана была под планку. С кнопками. Я вам сейчас объясняю. Вот смотрите. Я здесь использовала отделение изнаночной петлей. Планки от основного полотна. Вот она изнаночная идет. А вот это лицевая вытянутая. То есть один раз мы ее провязываем, один раз снимаем нить, соответственно, по изнаночной стороне. И точно такая же вытянутая петля, образно говоря, она идет, ну как вторая кромочная. Здесь двойная кромочная идет. Вот вытянутая петля, изнаночная и дальше полочка. Почему мы в самом начале говорим? Потому что мы начинаем отсюда вязать. И вот так вот удлиненными рядами двигаемся в сторону бокового шва. Давайте будем вязать вот так половинку. Ну ее и будет видно. Извините, что не отпарила. Так, и мы сами вяжем. То есть киперную ленту я пришивала потом уже. Она прям тон в тон попала. Мне очень понравился этот ход. Интересно получилось. Пришивала вручную, ручными стежками. То есть не на машинке. Вязала, соответственно, до пройм. Помним, да, что по спине у нас пройма глубже на 2 см, чем по переду. И вот таким образом я довязала до самого верха. У коротыми, соответственно, сформировала скос плеча и углубление горловин по переду. Вот так вот вы смотрите. Вроде бы и горловина небольшая, да? Она вот большая. И все. То есть и после этого мы с вами сшиваем. Можно, кто сшивает, например, методом трех спиц, можно сшить плечевой шов. Можно закрыть беступенчатым закрытием. И сшить ваше полотно иглой, да? Тоже наружный шов. Поэтому какой вам шов ближе, выбирайте самостоятельно. Кармашки. С кармашками я, честно говоря, не мудрствовала. Я связала просто квадраты и пришила их. И прямоугольник, соответственно, тоже. Прямоугольник я вязала. Наборный край, он повторяется везде, чтобы вот эти изнаночные спинки в начале набора были. И закрывала я айкордом. То есть и здесь, естественно, двойная кромочная у меня идет. То есть двойная кромочная идет, как мы видим. И, соответственно, закрыта айкордом на две петли, чтобы он был не толстый. Потому что этот же айкорд на две петли, он у меня повторен на моем воротничке. То есть чтобы все было едино. И этот же айкорд, он, соответственно, повторяется на манжете. Как закрытие. То есть мы закрываем айкорд на две петли. И, как вы видите, вот этот айкорд на две петли рядом с этим швом смотрится очень хорошо. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Поэтому кармашки я пришивала потом. Единственный нюанс, что я хочу сказать. Очень важно, когда вы вяжете такие вещи, особенно с карманами, есть простой способ. Вы можете проставить, например, маркеры в процессе вязания. Не потом высчитывать там непонятные какие-то ряды и петли, а сразу проставить маркеры. Тем более, если вы вяжете, например, по четкому расчету, вы знаете, что, например, в каком-нибудь 150-м ряду, то есть 10 петель, карман и еще там, например, 10 петель. Условно, да. То есть вот вы эти маркеры должны повесить сразу на полотно. Потому что, когда вы уже вот это все свяжете, я, например, ну, скажем так, мучилась, чтобы их сделать ровно. То есть я их перекалывала несколько раз. Поэтому сразу поставьте себе маркеры, чтобы четко уже вот прям петля в петлю попасть, чтобы потом вручную не мучиться, как я, и не выверять вот эти вот столбики петель, выискивать, да. Чтобы у вас все было четко. То есть поэтому этот момент, обратите внимание, он очень важный. Ну, мне так кажется, потому что кто не будет делать карманы, вообще проблем нет. То есть карманы, это, ну, нужная, наверное, вещь, именно стилистически для вот этой вот рубашки. Но, например, если плюс сайсы и большая грудь, то я считаю, что карманы не нужны. Ну, рубашка будет ничуть не хуже смотреться без них. Разобрались. То есть передняя часть вяжется очень просто. И после стирки уже, соответственно, я пришивала киприную ленту. И на ленту я сначала ставила кнопки. Поэтому кнопки просто пришивные. Дальше что мы с вами видим? Дальше мы с вами можем что? Можем, например, закитлевать наш воротник. Видео про кетлевку, ложную кетлевку, имитацию, имитацию, имитацию ложной кетлевки у меня есть. Называется, там, по-моему, портретная зона на моем канале, да. Вот я сделала кетлевку в карман, да, и вот здесь вот как бы убилась. И на воротник я взяла под мод еще нитку. По причине того, что воротник, хотелось, чтобы он был плотный такой. Вот он плотный и есть. То есть у меня манжеты и воротник связаны с дополнительным подмотом. Чтобы они форму лучше держали. Что сложного? Ну, в принципе, наверное, ничего. Единственный нюанс, что для тамбурного шва можете взять какую-нибудь голую нитку, не букле, например, да, а голую нитку, и тогда вам будет проще. И тогда будет вот так красиво. То есть все у вас очень ровно, уберется аккуратно. Я закетлевала в карман. Единственное, что я карман сделала, ну, как вот, как стойка в рубашке, только поменьше размером, потому что я человек трезвый, я очень хорошо понимаю, что вязанное полотно – это ни деним и ни хлопок. Стоять так не будет, форму так держать не будет. Тем более букле склонно расплываться, я вам говорила об этом. Поэтому я сделала, образно говоря, кетлевочный карман высотой в два раза условно выше обычного, и дальше просто объединила петли кетлевочного кармана, и, да, стала вязать воротничок. Воротничок я связала, естественно, с укороченными рядами, чтобы его форма лучше, скажем так, соответствовала задаче, да, и вот здесь вот прибавками удлинила вот этот вот мысочек, да, уголок рубашечного воротника. То здесь у меня идут прибавки. И закрыла, соответственно, айкордом на две петли. Тоже здесь двойная кромочная идет, как вы видите, для того, чтобы создать вот эту четкую достаточно линию. Ну уж насколько четкой линией это может быть в буклированном полотне. Дальше мы с вами что делаем? Дальше мы с вами уже вяжем, соответственно, наш рукав. Рукав вяжется достаточно просто, то есть мы набираем по прямой и вяжем с прибавками, чтобы выйти на ту ширину, которая у нас с вами заложена по нашему техническому рисунку. Тот технический рисунок, который мы с вами сделали благодаря тому, что сняли, например, слепок с рубашки или с футболки. То есть чтобы выйти на эту ширину, мы с вами знаем, что у нас есть определенная высота, и за эту высоту мы с вами должны добрать n-ное количество петель. Поскольку мы добавляем сразу по две петли в одном ряду, то есть число петель, которые надо добрать, мы делим пополам. Всю высоту делим на это число и получаем ритм наших самых прибавок. Например, в каждом десятом ряду вы будете прибавлять по две петли симметрично. Не забываем о том, что если вы хотите сделать вот такую складочку в рубашке, вы должны ее заложить. То есть что у вас должен быть запас по полотну. То есть если у вас 22 сантиметра, например, ваше запястье, то на складку надо заложить еще. То есть набрать петель больше. И потом, когда вы будете сшивать, соответственно, заложить эту складку. Вот она. Со складкой можно поступить проще. Они могут условно вывязываться. То есть вы набираете на вспомогательную нить, вяжете рукав вверх, потом закрываете. И когда в обратную сторону вы будете вязать вот эту складку, то есть вы закладываете складку, провязываете, есть такая методика, и потом закрываете, как я сделала, изнаночными петлями. И тогда получится более рельефный вот этот рубчик шов. Поэтому вы можете сделать так. И потом уже, соответственно, вы вяжете сам манжет. Манжет тут просто прямоугольник, у нас тут ничего в нем такого нет. Вяжете манжет с двойной кромочной, закрывая майкордом, и все. Единственное, что у манжета есть вот этот вот хвост. Хвост, который... Вот тут что на что заходит, посмотрите на свои рубашки, потому что у меня там спор был с девушками. Делайте, как вам удобно на самом деле. То есть как вам комфортно. Я сделала так, как мне удобно. То есть я не слизывала с рубашки вот эту вот, куда этот хвостик девать, то есть накладывать ли хвостик сюда, или чтобы хвостик заходил туда. То есть делайте, как вам нравится. Вот здесь вот никакого, как мне кажется, такого четкого правила быть не должно. Как вы видите, я здесь обошлась без планки. Планку можно было бы сделать, допустим, рельефную. Но поскольку у меня это изделие большое, у меня рукав еще сам вот так складывается на мне, да, поскольку я хотела, ну, чтобы она была очень большая эта рубашка, потому что иначе она будет смотреться странно, то мне там дополнительный объем не нужен. Вот здесь вот. И поэтому я не стала. То есть, но двойную кромочную мы с вами делаем обязательно, чтобы двойная кромочная у нас была. То есть она вот этот разрез, она обрамляла. Сшивала я тоже швом, как вы видите, наружу. У меня все швы наружные. И сформированный окат рукава, соответственно, вот, пожалуйста, вот окат рукава. И вот тоже швом наружу просто-напросто сшито. По поводу сборки. По поводу сборки. Не надо собирать букле. Не надо. Возьмите либо швейную нитку, либо нить подмоты, если она достаточно прочная. То есть я собирала изделие обычной швейной нитью. То есть вот когда собираются такие толстые пряжи, не надо собирать той пряжи, которую вы вязали. Собирайте более тоненькой ниткой. Будет очень аккуратно смотреться. Потом помним, что правильно выполненный шов, даже контрастной нитью, он не виден. Поэтому в этом плане просто облегчите себе жизнь. Обычной швейной ниткой спокойно все собираем. Или, повторюсь, можно, если швейных у вас нет, можно взять вязальную. Но она должна быть, во-первых, достаточно плотная. И, соответственно, она должна быть полностью в нашей ситуации в тон. Потому что если где-то там букле все-таки, даже когда оно плотное, оно, в мой взгляд, ну, как бы рыхловато. Ну, нет, не рыхловато. Нет, не могу сказать, что рыхловато. Но все равно лучше, короче, в тон. Берите нитку. Вот. И все. Дальше мы с вами стираем все наши детали. Накалываем их с вами, кто хочет накалывать, кто не хочет накалывать, раскладывает аккуратно, просто по размеру вашего технического рисунка. У вас, когда вы раскладываете ваши детали, у вас обязан совпадать боковой шов по высоте. У вас обязаны совпадать плечевые швы по своей длине, если вы их не методом трех спид закрывали, например. И, соответственно, когда вы рукав раскладываете, тоже симметрию рукава надо соблюсти, то есть, ну, чтобы не получился, один край растянулся, я это имею в виду. Дальше вы отпариваете в идеале вот это изделие, потому что это плотное полотно, оно хорошо будет смотреться, только если его отпарить. Я свое несколько раз отпаривала. Вы отпариваете, и когда остынет, начинаете собирать. То есть, тихонечко, не спеша, это вообще дело очень долгое, очень нудное и занимает, мне кажется, больше, чем вязание, наверное. Мы его собираем. Собираем совершенно спокойно этот наш объект, да, вязание. Обратите внимание, что какие-то вещи проще наметать контрастной нитью и потом спокойно сидеть собирать. Или сколоть специальными булавками, ну, кто пользуется, или такими, а есть такие пластмассовые прищепочки, да, которые ткань держат, например, кто почерк шьет, такими прищепочками можно зажимать изделие, да. Я предпочитаю скалывать. У меня от гаммы есть вот такие просто голубые, обычные, как топорик, такая иголка. Вот я этой иголкой чаще всего и пользуюсь, то есть, я ими скалываю изделие и дальше сшиваю, не спеша под хорошую музыку. Собрали изделие наши, еще раз отпарили, да, и потом пришиваем уже кнопки-булавки. Делать ли пуговицы или нет, вопрос открыт. То есть, это вопрос вашего вкуса. Я, в принципе, не люблю пуговицы на вязаных вещах. Ну, они мне просто не нравятся сами по себе, вот эти вот петли, потому что я вязаные вещи, как вы видите, чаще всего ношу, ну, образно говоря, застегнутыми. То есть, сейчас еще, тем более, пока сейчас модные тенденции такие, да, что у нас кардиган должен носиться как пуловер. Поэтому у меня вот застегнуты. То есть, хотя тут есть петли, но я их не использую, потому что, когда это расстегнуто, мне это не нравится. Но это опять мои какие-то личные тараканы. Пуговицы можно спокойно сделать. И все, и в рубашке, повторюсь, в ней сложного ничего нет. Самое сложное в ней это составить, вот этот наш с вами технический рисунок, и его просчитать. И надо его снимать с вещи, повторюсь, если вы будете делать слепок, то снимать с вещи аналогичный по плотности, ну, или максимально похоже на то, что вы будете вязать. То есть, повторюсь, не надо с тончайшей футболки снимать слепок и надеяться, что ваша толстуха, каракулевая вот эта, будет смотреться так же, например, хорошо. Может, она даже и лучше будет смотреться, но это будет приятный сюрприз только. Вряд ли это будет предсказуемый результат. Наверное, это все, что я вам хотела сказать. Тут ничего сложного. Единственный нюанс, что, да, когда мы с вами говорим, что у нас вот здесь планка, да, заходит, вот здесь закрывается иглой. То есть, петли кетлевочного кармана, они сшиваются петля в петлю, а дальше петли объединяются. Вот про этот выступ я вам забыла сказать, да. Дальше они объединяются, и, соответственно, вяжется у нас с вами воротник. Здесь не забудьте обязательно сшить петля в петлю. То есть, никаких тут швов нам с вами не надо. То есть, должен быть, условно говоря, сгиб. Сгиб у нас, соответственно, он идет небольшой. То есть, вот видите, как в рубашке. Вот здесь идет на середину планки. Видите? То есть, полпланки. То есть, как только вот пуговка есть, так сразу и воротник начинается. Я сделала точно так же у себя. Вещь получилась очень носибельная, очень интересная. Она такая актуальная. Ну, она такая, мне кажется, вне моды уже сейчас получилась. Поэтому свяжите себе. Свяжите с удовольствием. Обязательно сделайте это лучше, чем я. То есть, я всегда вам честно стараюсь рассказывать про свои какие-то ошибки, которые я допускаю, для того, чтобы вы их не допускали. Потому что в идеале, конечно, учиться на чужом опыте. Вяжите со мной, вяжите лучше меня. И обязательно получайте при этом удовольствие. Удовольствие. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok